Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую всех, кто присоединяется к нам на онлайн-связи, кто смотрит нашу трансляцию на сайте агентства ТАСС и в группе пресс-центра ВКонтакте. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную проведению 11 сентября этого года Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов 2022» от Южных морей до Полярного края. Вот такое название «Ночь выборов» носит в этом году. Поговорим о программе и особенностях онлайн-марафона с нашими уважаемыми спикерами. Андрей Альбертович, хочу передать слово вам. Давайте поговорим о том, что вообще в этом сезоне происходит и будет происходить в единый день голосования, какие выборы, каких уровней будут проходить, какие интриги и какие, может быть, интересные фокусы мы можем обозначить, на какие регионы имеет смысл обратить внимание с точки зрения именно интересности, яркости избирательной кампании. Пожалуйста. Так, ну у нас по сравнению с прошлым сезоном, конечно, интенсивность политической жизни несколько упала, но это не значит, что она исчезла, наоборот, она перешла в новое качество. То есть сейчас кроме крымского консенсуса появился еще донбасский консенсус, появились партии, которые хранили свои политические позиции, не входя в эти консенсусы, пытаются выдвигать своих кандидатов, выступая совсем в русле, так сказать, мейнстрима политического. В этом сезоне нас ждет 14 компаний, всеобщих по выборам губернаторов регионов и глав республик. У нас будет 11 городских дум и советов, у нас будет всего 6 законодательных органов власти. Надо отметить, что, в принципе, около 15 партий так или иначе активно участвуют во всех этих избирательных процедурах. В среднем у каждого губернатора есть от 3 до 5 соперников. Они в одних регионах представляют парламентские партии, основные в некоторых очень экзотических конфигурациях. То есть некоторые партии, которые практически не представлены в регионах и не представлены на федеральном уровне, тем не менее смогли зарегистрировать своих кандидатов на выборах главы того или иного региона. То есть Демократическая партия России у нас воскресла, у нас Зеленая альтернатива впервые выдвинула своих кандидатов. У нас, кроме, так сказать, парламентской партии «Новые люди», еще и партия пенсионеров, например, в низких регионах выдвинула своих кандидатов в губернаторы коммунисты России почти везде. Активно участвуют в этом процессе параллельно с действующей коммунистической партией, которая является парламентской КПРФ, имеется в виду. Что тут еще можно сказать интересного? Ну, очень низкая интенсивность избирательной кампании со стороны в РИО губернаторов. Это удивляет, озадачивает, некоторое непонимание рождает у специалистов, потому что если мы сейчас наберем губернатора такого-то региона, мы обнаружим, что есть такое понятие СЕРМ, да, цифровые поисковые системы, то в первой десятке выдачи, как правило, там, ну, 2-3 всего выдачи с действующим в РИО, а остальные 7 – это тот губернатор, который еще год назад ушел в отставку, и тем не менее он везде доминирует в информационном поле. То есть в этом направлении работа не проведена, и это несколько странно. Очень неожиданно то, что Википедия английская освещает наши выборы гораздо лучше, чем наше российское, так сказать, интернет-пространство русскоязычное. То есть, опять же, в английской версии, на английском языке, в автопереводе, мы находим все избирательные кампании по выборам губернаторов, в русской версии в основном у нас только действующие главы, и то не все представлены, а в РИО практически нету. То есть если вот мы пойдем по региону, ну, где-то даже перечитать не буду. Вы сами войдите в Википедию и поймете, кто создавать будет информационную картину этих выборов. Это на самом деле очень странно, учитывая то, что мы вроде как занимаемся импортозамещением, вроде бы создаем параллельное сфровое пространство, и в то же время выпускаем огромный сегмент справочной информации и информации о сюжетах избирательной кампании, которая будет подана на широкий международный рынок, которая будет подана, так сказать, на внутренний рынок наш политический. И это как бы может так или иначе сработать не на нашу пользу. Ну, как мне представляется, учитывая, что мы в некотором вроде противоречия находимся в значительной части современного западного мира. Что еще интересного? Ну, у нас значительное количество ЗАГСов и областных дум избирается по смешанной системе, то есть мы увидим рейтинги партий, действующие на уровне регионов, партии, которые входят в консенсус, которые не входят в консенсус, так как значительной части из них удалось зарегистрироваться. Мы увидим такие действительно достаточно пещерные, вот как правильно Евгений сказал, технологии, которые в некоторых регионах применяются, вплоть до того, что там по 5-6 двойников выпускают людей в один избирательный округ, там, где есть одномандатные выборы. Я даже, в общем-то, озадачен несколько было, когда обнаружил это в выборах в Омске. Причем в этих соревнованиях дублеров и клонов участвуют даже парламентские уважаемые партии, такие как не только КПРФ, но и «Единая Россия», «Справедливая Россия», что обычно эту долю оставляли всяким техническим, оригинальным политическим образованием, и тут вдруг мы видим, что вот эта вещь возникает на политической сцене. В целом, самым большим, так сказать, политическим у нас регионом будет Москва на этих выборах, как и 5 лет назад у нас большие выборы муниципалитетов, Су-24 муниципалитета, из них два по смешанной системе, где будут выборы, опять же, по партийным спискам и выборы по одномандатным, остальные все по многомандатным округам, это тоже достаточно интересно. В прошлый раз у нас была в 2017 году биполярная модель, то есть у нас, несмотря на большое количество политических партий, на самом деле боролось два политических субъекта, «Единая Россия» с одной стороны, с другой стороны объединяющий значительную часть оппозиционного пространства, так называемый блок Гудкова, где технологом был Максим Кац, поддержанный, соответственно, еще и движением «Солидарность», поддержанный умным голосованием и так далее. Но, тем не менее, несмотря на достаточно серьезную коалицию оппозиционную, она эти выборы проиграла, не решила своих задач, хотя в 8 муниципалитетов они смогли выиграть. Ну, из 100 с лишним это не такая большая результативность. В этот раз такого единого блока оппозиционного нет, есть несколько депутатских объединений, которые разной степени оппозиционности в разных районах ведут разные лидеры общественного мнения. В целом «Единая Россия» здесь в городе сейчас доминирует, но, тем не менее, возможны некоторые у нее проблемы на определенных территориях. В общем-то, мы все это дело внимательно наблюдаем. Но здесь до таких вот серьезных вещей, как клонирование и прочие вещи, не дошли, и все достаточно выглядит, да. Но уже поздно. И пока выглядит все достаточно прилично, потому что, что вот меня беспокоит, особенно в условиях этой нашей конфронтационной ситуации, это то, что любые действия, которые выглядят прямо и явно, как подтасовка, фальсификация уровня применения грязных технологий, оно делегитимизирует власть как на уровне региона, так и на уровне страны в целом. И поэтому не надо браться за такие технологии в тот момент, когда, в общем, наша репутация имеет большое значение. Ну, в целом, все это так или иначе мы увидим на день выбора. Можно уточнить, Андрей? Тогда получается, вот, как бы, очень важно и депутатам в борьбе за кандидатом, в борьбе за место понимать, что их действия, в общем-то, отражаются на имидже страны в целом. Ну, естественно, это наша репутация. Любая полузаконная или незаконная махинация, которая зафиксирована, и которая даже, возможно, не дошла до суда, она, тем не менее, репутационные издержки несет огромные. И это очень важно для любого политика, как начинающего, так и серьезного, опытного политика. Тем более, что у нас на этом политическая жизнь не заканчивается, у нас дальше следующий политический год, целый политический цикл, у нас множество губернаторов будет избираться, из тех, которые сейчас у нас управляют процессом по выборам муниципалитетов и ЗАГСов. И вот, скажем так, черные шары, которые они забили, как думают, ворота соперников политических, на самом деле они, может быть, забили самим себе. Во-первых, в этот раз у нас практически полностью и везде воскресли наши отечественные социальные сети, то есть это понятно, так как люди ушли с площадок Facebook, в значительной степени Инстаграма, они пришли в Одноклассники и ВКонтакте. Но, в принципе, у нас эти сети до этого доминировали, они просто не были приемлемы для политического истеблишмента. То есть у нас у народа были одни сети, то есть народ все это время не сидел. Вот если мы возьмем рейтинги социальных сетей, 42-45% это стабильный объем Одноклассников и чуть-чуть больше, больше 50% было ВКонтакте. При этом Facebook, где сидели все политические лидеры, которые полагали, что это самая главная сеть, она больше 9% не имела аудитории. Ну, около 30% имела Инстаграм. Сейчас все пришли, наконец, в наши народные сети и началась коммуникация с населением, низко неожиданная для некоторых политических лидеров, потому что они не привыкли к такому диалогу с простыми людьми, они привыкли к межлитным коммуникациям на площадках Facebook. А здесь бывает такое услышат, что, в общем, неожиданно для них самих. Второе, это продолжается падение влияния телевидения, то есть прежде всего, я бы сказал, региональных телеканалов на исход выборов они влияют все меньше и меньше. То есть больше влияют какие-то площадки информационные, информационные, связанные с интернетом, я имею в виду... Телеграм-каналы? Не только телеграм-каналы, а скорее это какие-то информационные сайты, информационные ресурсы регионального уровня, которые пытаются аккумулировать новостную повестку, пытаются аккумулировать видео непрофессиональное, которое иногда влияет гораздо больше на мотивацию людей, чем видео профессиональное, высокотехнологичное, с хорошим звуком, с великолепным монтажом и так далее. То есть вот это вот движение в сторону, так сказать, непосредственности, искренности, оно продолжается, и это новый запрос. Плюс достаточно, вот я опять же должен с Евгением согласиться, продолжается трансформация потребностей в людях. То есть в некоторых регионах у нас уже третье-четвертое поколение меняется людей, присланных из центра, и к ним становятся все более и более жесткие запросы. Люди пытаются понять, почему их местные лидеры не устраивают федеральные центры, и чем они не устраивают, и чем эти новые лидеры, которые прислали им уже после трех, например, не справившихся, которого одного за другим меняют или даже, бывает, сажают, почему опять прислали нового, опять из федерального центра, потому что у нас, вот я бы сказал, в этом цикле нет ни одного человека, который, ну, вырос с территории. Бывают те, которых вернули на территорию после некоторого, так сказать, федеральной карьеры. Но, опять же, по-прежнему есть те люди, которые усаживаются на территорию, и которые они никогда не работали, и которые они не имеют ничего общего, и которых им вживаться и вживаться бы, по большому счету, и вдруг стоят во главе этой территории. И с местными, так сказать, элитами им достаточно сложно наладить контакты, так же, как и их предшественники, которых тоже так же туда высаживали, которые так же вылетели спустя некоторый срок, ввиду того, что не смогли это сделать. Вот это я хотел бы обратить внимание. Но я хочу сказать, ставлю свои пять копеек, что вот эту интересную историю с тем, что такое политики новой волны, что такое губернаторы новой волны, мы тоже будем обсуждать. У нас будет выступление об этом, у нас будет об этом дискуссия.